К Новому году 40 дольщиков, пострадавших от обанкротившихся фирм-застройщиков, получат ключи от собственных квартир. Сегодня об этом говорили на очередном заседании рабочей группы по защите обманутых дольщиков. Оно прошло в Доме правительства. О том, как идет застройка проблемных участков столицы Чувашии, узнала наша съемочная группа. Более 200 жителей Чувашии пострадали от действий недобросовестных строительных компаний. Правительство Чувашской республики вынуждено было взять ситуацию под собственный контроль. И еженедельно отслеживать ситуацию. Дома стали постепенно достраиваться. Новость последнего дня скоро будет сдан дом по улице Футчика. Мы, дольщики, конечно, очень рады, что мы дошли наконец-то до данного этапа строительства. Конечно, данный объект действительно сложный. При строительстве сейчас данный момент инженерных сетей имеется ряд сложностей. Это, значит, тут стесненность на объекте и значительное количество имеющихся коммуникаций. Но, тем не менее, действительно на данном этапе хорошо работают все организации, что очень приятно. Дом по проспекту трактора строителей готовится к сдаче в 2015 году. При строительстве объекта возникли некоторые вопросы относительно документации. Иван Моторин поручил уполномоченным органам решить их во внеочередном порядке. Самая тяжелая ситуация на третьей позиции по проспекту 9-й пятилетки. Выиграв аукцион, компания СК «Гарант» взяла на себя ответственность за возобновление строительства многоквартирного дома. Однако, по словам дольщиков, со своими обязанностями организация не справляется. На протяжении полугода, с того момента, когда «Гарант» выкупил объект, ничего на объекте не происходит. Там, конечно, в последнее время уже месяца два или три лежит кран, но его не монтируют. Видимо, создали видимость того, что они работают. Все недочеты, которые сейчас возникают, это получается подключение по коммунарным технологиям. То, что проектной документации у них нет, они пытаются возложить на нас. Но хочу заметить, что за подключение мы уже один раз заплатили. За проектную, получается, документацию мы уже один раз заплатили. Кроме того, застройщик не в первый раз откладывает сдачу объекта. Никакого продления сроков по завершению данного объекта не будет. То есть мы ставили задачу в 2015 году. Для этого сегодня, в принципе, все возможности есть. Решить проблемы обманутых дольщиков – прямая обязанность государства, сказал в завершении встречи премьер-министр Иван Моторин. И правительство будет работать и дальше в этом направлении. Дольщики сегодня обманутые. Это не бизнес. И везде, где заходили, там, где ГУК зашел, где вот у нас ипотечная корпорация, там, в принципе, задача сделать бизнес не стояла. Задача стояла – достроить, заселить людей. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Через два месяца. Продолжение следует. Продолжение следует.